Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и сегодня мы заканчиваем первый сезон на карте свопа агро. Дело в том, что вышло обновление карты и там очень сильно рекомендуется начать новую игру и поэтому, ну в общем-то, ее надо будет начать. Поэтому сегодня, друзья, мы продаем все, что у нас здесь есть и готовимся к старту новой карьеры. Начнем мы новую карьеру с балансом, который у нас здесь останется и, соответственно, на старте сразу же у нас будет топовая техника, которая у нас здесь есть. Все производства, которые у нас здесь есть, мы тоже, соответственно, перенесем в новое место, а здесь мы продадим весь урожай. Все, что, короче, у нас осталось, мы продадим нахрен. Так что давайте начинать. На поле, друзья, у нас на нашем растет лен. Он созрел, в общем-то, это одна из самых дорогих культур, поэтому в последний момент я, в общем-то, решил засеять именно его. Так что ставим пацанов на уборочку. Тут все как обычно. Генерируем пацанов... А, какое генерируем? У нас же есть сохраненный. Поле 0.7. Уборка. Загружаем маршрут и со стартовой точки этого пацана отправляем работать. Единственное, надо за соломкой понаблюдать, потому что, может быть, у нас отделение отделено... Отделение отделено... Отключено. Отлично. Соломка у нас отделяется. Это прекрасно, потому что это льняная соломка. Она особенная, она дорогая. Короче, пускай пацан работает. В пару к этому пацану мы, разумеется, ставим нашу любимую GCB. С ней, в принципе, все тоже просто. Ставим комбайн, загружаем маршрут поле 0.7. База и запускаем его по маршруту. Пускай, в общем-то, работает. Вслед за ними же отправляем работать в Вальтру, которая будет собирать соломку и возить ее на склад. Соответственно, ставим ей разные полевые работы и загружаем маршрут по уборке и маршрут, который будет ездить, возить все это на базу. И со стартовой точки, разумеется, и этого пацана отправляем. Вроде как те уже нормально отъехали. Он не должен помешать им. Ну, если что, поправим. А вот этого пацана для хорошего заработка мы отправляем просто покосить вот это все дело. Он затюкует это все дело в силос, и мы продадим тюки. Это, в принципе, все по маршруту покос травы у него будет. Со стартовой точки его тоже запускаем. Далее, друзья, нам надо опустошить все то, что у нас есть на складе. Со щупой, в принципе, все просто будет. Ее можно будет даже вручную отвезти и продать. Вот солома и силос, вот это будет жестко. Силос у нас самый дорогой на биогазе, но на сарае он по 358 евро продается. Поэтому смысла на биогаз его везти никакого нет. Солома, соответственно, сейчас не самая низкая цена, но ее все равно надо продавать. Фиг с ним. Также у нас на складе есть лен, но сейчас мы его собираем. Поэтому сначала пускай он продаст, точнее весь соберется. Потом мы его будем продавать. Цена на него 1700 аж. Хороший ценник. И для продажи соломы и силоса, соответственно, мы поставим вот этого вот пацана. Сейчас замутим простенький курсплейчик и он будет кататься и все это дело продавать. Начнем мы, друзья, с обычной соломы. Включаем заполнение и включаем запись маршрута. Так как там ценник проседает, поэтому давайте побыстрее от нее избавимся. Хотя там не так много денег будет с нее. Хотя, с другой стороны, там ее дохрена, 2 миллиона литров, поэтому денег будет прилично. Вопрос, сколько по времени это все будет ездить продаваться, это другой вопрос. Короче, поехали по этому маршруту. Запишем коротенький маршрутик. 4500 за прицеп. Очень даже неплохо, с учетом того, что этих прицепов будет, мягко говоря, дохрена. Вот здесь как-то надо поаккуратнее все это сделать. Так, чтобы они еще друг другу не мешали. Я думаю, вот так вот должно работать. Соответственно, транспортировка и продажа. И забрать из бункера нам надо солому. Во, солома. Давай с ближайшей очевидной точки у тебя топливо закончилось. Вот это прям не очень хорошо. В общем-то, давайте-ка выйдем отсюда и проконтролируем, чтобы все было у него норм. Так, загрузился, уехал. Это хорошо. Погнали посмотрим, чтобы разгружался без всяких багов. И тогда будем заниматься другими делами. Разгружается, денежки капают. Это тоже хорошо. Ну, еще просмотрим, чтобы он загружался после этого всего. И тогда вообще будем прям спокойно-спокойно спать. Ну и чего мы стоим? Чего не едем? Понятно. Все нормально. Ладно. А то ты меня уже напугал. Так, в общем-то, он проезжает. Это тоже все хорошо. И загрузка пошла. Отлично. Этот пацан работает. Ему на самом деле дохрена работает. Поэтому пусть работает. Мы же сейчас возьмем нашего Зилка. Хотя, не, попозже возьмем. Мы сейчас, друзья, возьмем в аренду еще пару прицепов, потому что есть еще работа. Возьмем мы вот этот вот за 59 тысяч, который мы его просто возьмем в аренду. И возьмем его в помощь какой-нибудь трактор, который ездит 50. В принципе, он Т6 можно брать смело, чтобы подешевше. Блин, какой-то он прям здоровый этот прицеп. Ну ладно, ничего, справятся. И вот этого пацана, которого мы сейчас взяли в аренду, отправляем работать на перевозку очищенного зерна. У нас тут уже все переделалось. Мы как-то дохрена отвезли пару серий назад. Там ничмени, пшеницы, в общем-то, много. А, вез мы, по-моему, сюда отвезли. Смотрим, где у нас очищенное зерно дороже всего продается на овощебазе и на пекарне. Овощебаза, кстати, здесь рядом, да? Да, овощебаза рядом, и это меня радует. Поэтому пишем, короче, маршрутик на овощебазу на транспортировку очищенного зерна. Погнали! А 90 тысяч за один прицеп не хотите? Шикарно! Вообще, очищенное зерно это тема. Для заработка, если что, можете начинать с этого. Правда, насколько я знаю, сейчас цена на сепаратор в новых версиях карты дороже, чем мы его покупали. Мы его покупали за 93 тысячи, а сейчас там что-то под 500 он стоит. Но сегодня мы его будем продавать, и, скорее всего, там тоже будет под 500. Посмотрим. Вот так вот. Соответственно, запись маршрута мы останавливаем. Ставим ему возить очищенное зерно. Во, и с ближайшей точки его отправляем. В общем-то, он тоже должен работать нормально. И заполнение не пошло. Ну, как так-то? Блин, надо быть в кузове, чтобы заполнение пошло. Это не очень хорошо. Но, ладно, другого варианта, видимо, нету. Глобаловские эти штуки работают не так, как надо. Еще и модовая культура. В любом случае, ладно, пускай катается. Далее, друзья, нам нужно взять нашего зелка и цепануть. Блин, а вообще, неплохо было бы цепануть, конечно. Ладно, мы берем в аренду татру. Она нам сейчас очень нужна. И, в общем-то, на эту арендованную татру мы цепляем наш прицеп платформу. И, соответственно, едем собирать тюки. Тем временем, еще нам 90 тысяч прилетело за этот самый, за очищенное зерно. Это хорошо. Нам сейчас надо здесь собрать, чтобы он хотя бы разворачивался потом, когда он перестанет по кругу ездить. Чтобы ему это все дело не мешало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем-то, друзья, по кругу он ездить перестал. Значит, мы можем оставить его в покое, потому что тюки ему уже мешать не будут, которые он будет высыпать. И это хорошо, можем заниматься другими делами. Ну и, в общем-то, друзья, что мы имеем? Я продал весь урожай. И получилось у нас 2 миллиона 800. В эти 2 миллиона входит силос, который мы продали, это около ляма получилось. Льняная солома, которую мы собрали с поля. Там что-то около 300 тысяч получилось, чуть больше. Это, на самом деле, очень много с поля соломы. Также мы продали лен, которого там тоже около 500 тысяч получилось. Ну и очищенное зерно и отруби. Ну и солома, которая обычная солома. Также я продал все тюки, которые мы поставили косить в этой серии. Я, друзья, уже на другой день это все записываю. Очень много времени на все это дело ушло. Я вот брал технику в аренду и починил всю перед продажей, кстати, тоже. Я эту серию записываю, наверное, часов в 5 уже. Но это, друзья, еще не все доходы, потому что у нас есть что продавать. У нас, друзья, есть целых 3 загона с лошадками, и они все прокачаны. Я мотал время, когда готовил эту серию, поэтому лошадок мы тоже сейчас всех продадим. И заработаем на этом еще кучу бабла. В общем-то, с первого загона по 50 тысяч они все сейчас уходят. И с одного загона чистой прибыли 795 тысяч. Ну еще минус 80 тысяч, которые мы потратили на то, чтобы купить лошадей. В общем-то, 700 тысяч загона у нас стабильно. Подтверждаем. Проворачиваем ту же самую операцию с еще одним загоном. И тоже все это дело подтверждаем. Еще 800 косарей. И последний с ним тоже самое. Еще 800 косарей. У нас уже 7 миллионов. Но и это, друзья, не все. У нас же есть дохрена участков, которые тоже надо продать. Два поля, которые мы объединили, мы их продаем. И второе тоже продаем. Наша база. Еще 500 тысяч мы ее продаем. Нельзя продать участок, на котором стоят статисты. Я понял. Значит, надо начать со статичных объектов. Ладно. Начинаем с статичных объектов. Керхеры. Ага, их надо будет тыкать каждый. Ладно, ничего страшного. Статичные объекты у нас продаются в два раза дешевле. Хотя я смотрю, даже больше, чем в два раза дешевле. Вот это вот все дело у нас керхеры уходят. Может быть из-за того, что они у нас давно стоят. И дней-то много прошло. Далее пополнялки семян и пополнялка удобрений. Автомастерскую тоже нахрен продаем. Станцию погрузки извести тоже продаем. Силостную башню продаем. Бобика нашего. Будку прости, дружище. Мы тебя потом обратно вернем. Выгон для лошадей мы... Ага. В общем-то, тоже их продаем. Мы их по 95 тысяч взяли. Они в два раза дешевле продаются. Вот так. Готово. Что у нас тут еще из статичных объектов есть? Сушка для сена. Понятно. Тоже это все дело продаем. И теперь возвращаемся обратно. Продаем участки. Администрацию продаем. Хранилище наше продаем. Зерновой элеватор тоже продаем. Кстати, продаем мы его уже за 430 тысяч. Хотя покупали за 90 в старой версии карты. Ничего страшного. И вокруг биогаза тоже все продаем. На биогазе у нас осталось 35 кубов дегестата. Но это сущие копейки. В нашем масштабе это вообще ничего не значит. Нефтяные вышки. Там около миллиона нефти лежит. В каждой вышке по 180 кубов. И 5 вышек. Мне все тут девать сейчас реально некуда. Она не продается. Поэтому, в общем-то, хрен с ней. 546 тысяч за вышки мы тоже получаем. Место, где стояли наши лошадки, продаем. И компост. А вот, кстати, компост мастер я мог не очистить. Твою мать, я про него совсем забыл. Ладно, одну секунду. В общем-то, друзья, компост мастер мы освободили. И, соответственно, компост мы тоже продали. Правда, пришлось промотать целых 3 дня. 2 дня на то, чтобы он там произвелся до конца. И 1 день, чтобы на него цена повысилась. Тут по сотке мне как-то продавать вообще не хотелось. Тут по 735 зашло на ура. В общем-то, 391 тысяча на все это дело у нас ушло. Поэтому последний участок вместе с компост мастером мы тоже продаем. 546 тысяч он стоит. Ну что, вроде больше ничего нету. А по участкам все. Осталась, в общем-то, только наша техника. Начнем с того, что меньше всего использовалась у нас. Топливная бочка. Два раза я ее заправлял. Кстати, ездил. Полчаса, типа, использую. Ну ладно, пускай так. В общем-то, до свидания. Полонникам я вообще не пользовался. Потому что как-то рост растений всегда за кадром был. Было впадло. И, короче, я отключил сорняки нахрен. У плуга наработка 27,5 часов. Хотя наше поле мы пахали, наверное, один раз. Только когда объединяли. Это все дело на контрактах у нас случилось. Плуг тоже до свидания. Все это за копейки улетает. Бочка для воды, в принципе, не так дешево уходит. Потому что ей-мое один раз всего лишь лошадок напоили и все. Бочка с биогазом чуть больше использовалась. Но это тоже такое. Далее наши два зелка, которые занимались удобрениями. Они, в принципе, в основном на контрактах работали у нас. Но ведь по 28, по 23 часа намотали. В общем-то, тоже их продаем. Сущие копейки за них получаем. И, соответственно, опрыскиватели тоже продаем. Далее зелок, который у нас был с бортовым прицепом. Он у нас тоже много намотал. Потому что в свое время он возил тюки. Когда много контрактов на тюковку было, я запаривался вообще дико. В общем-то, тоже дружище за 2000. До свидания. Удобрялка наша не очень много отработала. В основном известием мы посыпали все это дело. Сеялка 55 часов. Тоже на контрактах хорошо поработала. Тоже прощай. Прицеп для Татры. Как-то не очень много. Хотя 2 часов он тоже отработал. Но мы им не очень много пользовались. Сама Татра 30 часов накатала. Не так давно мы еще купили, кстати, прицеп для соломки большой. Он у нас нигде не работал. Только на нашем поле. В смысле, нигде на контрактах. И за это время успел 21 час отработать. Неплохо. Свежий прицеп для тюков, который мы брали. Большой для поддонов. 4 часа всего. Ничего страшного. Он у нас еще поработает потом. Дальше идет косилка и тюковщик у нас. Тюковщик 37 часов отработал. Тоже до хрена. Косилка чуть побольше, потому что занималась она еще покосом травы на лужайке. Которая трава возилась, потом носилась. 126 тысяч стоит. В общем-то тоже прощай. Комбайн. 22 часа. Не так много, но не так давно мы его с вами купили. И осталось 3 трактора и телега. Телега 57 часов отпахала. Она у нас в самой первой серии. Очень хорошая телега. 4 тысяч всего теперь стоит. Последний трактор, который мы купили. Джесси Бишка для перевозок. 12 часов тоже успел отпахать. Прощай. И 2 трактора, которые у нас в самой первой серии. Джонни. Замечательно работал. 75 часов отпахал. Охренеть. Ну и Вальтра. 95 часов. 20 тысяч мы за нее получаем. До свидания. В общем-то, друзья, на этой карте у нас не осталось ничего. Техники мы продали на 795 тысяч. Соответственно, можно, кстати, еще в статистику зайти. В общем-то, сами изучайте эти цифры. Кому это интересно. На самом деле, впечатляющие цифры. 217 часов отыграны на этой карьере. Я очень постараюсь. Я не знаю, будет это работать или нет. Но я хочу эту статистику перенести в новую сохранялку. На второй сезон. Чтобы она продолжала дальше капать. Потому что было бы хорошо на самом деле. Ну, в общем-то, 217 часов у нас отыграны на этой карте. И на этом мы завершаем первый сезон. Потом я создам сейв на новой карте. То есть, на этой же, но на новой. И начнем мы, друзья, вот с этим же самым балансом, который у нас сейчас есть. 15 миллионов 289 тысяч. И, соответственно, у нас сразу будет и топовая техника, и большое поле, и лошадок поставим, и ферментатор, и биогаз купим. В общем-то, вернем все, как у нас есть на данный момент. Потому что начинать сначала как-то не особо хочется. Хотя, может быть, и полезно было бы. Но нет. Второй сезон мы начнем вот с таким вот охренетительным балансом. Ну и, разумеется, вернем все, как у нас было. То есть, возьмем себе седьмое-восьмое поле. Или пятое-второе, может быть, чуть-чуть больше. И биогаз купим, и склады, и базу. Короче, все сделаем как было. На этом, друзья, я от вас попрошу, конечно же, лойсик. Я капец как много времени потратил на запись всего этого дела. Точнее, конечно, больше на работу. Между всем этим делом все это попродавать. Так что, лойс, это просто будет крутота-крутотенюшна. Ну и все, как обычно. Если вы впервые на канале, то подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Вступайте в группу ВКонтакте. Призоединяйтесь к нашему серверу в Дискорде. Ссылки на все это дело есть в описании. Всем спасибо, друзья, за внимание, за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok